Добрый день, с вами Лико Татьяна, аналитик компании FIBA Group. В этом видео мы поговорим о свойствах технических индикаторов и самом простом из них – простой скользящий средний. Как мы уже сказали, основным инструментом технического анализа является технический индикатор. Вне зависимости от его названия, технический индикатор выполняет следующие функции на рынке. Определяет наличие и направление тренда. Генерирует торговые сигналы. Используется как динамические линии поддержки и сопротивления. Мы помним, что трендовые индикаторы работают только при наличии трендового движения на рынке. Что же означает генерирование торговых сигналов? Это все те же точки входа и выхода. Индикатор нам говорит, где стоит войти, а где пора закрывать позицию, так как ситуация на рынке изменилась. Индикаторы используются как динамические линии поддержки и сопротивления. Это самое приятное в технических индикаторах. Вам не нужно думать, где разместить стоп-лосс, чтобы правильно рассчитать свои сдержки. Вы просто перемещаете защитный ордер за одной из линий индикатора. Это очень удобно, сами убедитесь. Однако у каждой медали есть две стороны. Поэтому технические индикаторы не идеальны. Большинство технических индикаторов, если не сказать все, запаздывают. Мы получаем нужный нам сигнал, но с определенной долей задержки. Вы поймете причину этого явления после того, как мы разберем подробнее их строение. Точка отсчета большинства индикаторов является простая скользящая средняя или Simple Moving Average. Именно она является косяком многих технических индикаторов. Простая скользящая средняя рассчитывается путем суммирования цен закрытия за определенное число периодов, например, 12 часов. С последующим делением полученной суммы на число задействованных периодов, тоже 12. На экране вы увидите формулу расчета той самой скользящей средней, где сумм – это сумма, close – это цена закрытия текущего периода, n – это число периодов расчета. Вы не поняли принцип? Не волнуйтесь, давайте разберем метод скользящих средних поподробнее. Допустим, вы решили рассчитать 5-периодную простую скользящую среднюю на часовом графике. Вам нужно сложить цены закрытия последних 5 часов, а затем разделить полученную цифру на 5. Вот и все. Вы получили среднюю цену за последние 5 часов. Если соединить эти средние значения вместе и наложить на график, вы получите скользящую среднюю с периодом 5. Одна из самых популярных стратегий торговли по скользящей средней выглядит так – покупать, когда MA возрастает и цены закрытия выше, чем MA. Продавать, когда цены закрытия ниже MA. Ну что же, бегите и попробуйте применить скользящую среднюю в реальной жизни. Тем временем, в следующем уроке я расскажу вам о других трендовых индикаторах.